доброе утро дорогие интересное утро не солнечное но радостное так знаете при температуре 15 градусов очень комфортно и сегодня захотелось с вами поговорить традиционная чашку кофе из этой керамики кофе особенно хорош самый говеный наверно станет немножко менее аренами но я пью хороший чего и вам желаю поговорить о доверии доверчивость это очень такая серьезная вещь на которую я лично молодые годы ловился очень сильно силу воспитания своего я верил людям я им доверял изначально и вы знаете а потом еще характер я обостренное чувство справедливости комсомольских собраниях двигал там справедливость вот оказалось люди лжецы человек может произносить слова тебе глядя в лицо и лгать я к этому был не готов по человеческим пониманию ты лох значит ну подозревать во всех лжецов уже как-то было неинтересно да и сейчас вот но все же разница между довериями доверчивостью огромная когда человек теряет твое доверие он потом еще более длительное время будет тратить на то чтобы вернуть твою доверие и вряд ли еще и вернет ли это это вопрос поэтому и вспомните доверие это одна из основополагающих троицы правда доверие любовь когда вы живете в правде возникает доверие когда есть правда и доверие у вас есть шанс на любовь когда человек входит твой в твой круг на лжи и фальши у тебя не возникает к нему доверие ты видишь что перед тобой лжец он фальшивые песни поет помните как про семерых козлят твой голос на мамин совсем не похож ты голосом мамин ему лживо поешь так порой в нашем окружении появляются лжецы которые лестью еще каким-то вот но они не со вибрируют с правдой с доверием и что делать дайте им пройти эти уроки дайте им из лжи и фальши выйти в правду помогите подскажите им аккуратно и возможно у этого человека появится шанс начать жить в правде правде истины и заслужить заработать доверие и получить две составляющие живу в правде истины обретаю дар доверие и сделаю заявку на любовь и она придет в нашу жизнь не бойтесь если ваш человек обманул обманул ваше желание это не потому что вы лох и дурак или глупый человек это потому что он не стоил вашего доверия вы анонс авансировали ему свое доверие живя сами правде вы подозреваете других правде даже видя что перед вами лжец дается шанс это вы подставили вторую щеку но вы дали великий шанс этому человеку измениться если этот человек продолжает лагать он просто не стоил вашего доверия знаете это если бы я заподозрил творца в том что он не знает что у меня здесь что у меня здесь какие дела я творю это знаете позиция младенца меня нет я вас не вижу значит меня нет понимаете лжец часто выглядит так он думает и наслаждаются с тем как какой он хитрый какой он умный хитро мудрый всех в обводе вокруг пальца но просто люди вокруг к нему относятся к ребенку они дают ему поиграть в эту игру какое-то время ибо доверие восстановить или обрести с нуля в некоторых случаях ой как не просто демонстрируя в хитро мудрость свою если бы я заподозрил творца в том что он не знает меня не знает моего сердца не читает мои не знает моих мыслей не знает моих по чечаяний молитвы моей не знает не знает моих дел я бы смотрел на себя очень удивленно вы порой приходите к видящему человеку и подозреваете его в том что он вас не читает насквозь милосердие и сострадание вызывают такие люди в моем сердце и я даю им шанс вот и вы дарили мои давайте шанс но просто не будьте доверчивыми знайте перед вами лжец пусть он возымеет право выйти из состояния некомфортного для всех пусть его сердце воспывает возобьет его душа и перед нами станет достойный человечек достойный вашего доверия и да прибудет нам всем в правде доверие любви это величайшая из строить мы с вами уже много троиц знаем и это одна из величайших троиц правда доверие любой из этой ткани пусть будет соткана ваша жизнь доброго всем дня вот и выпит последний глоток сегодня с этой чашки кофе начинается новый день и у каждого появился новый шанс благодарю вас дорогие